Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Задержание исполняющего обязанности мэра города и его заместителя. Подробности громкого дела. Дворы расцвели. Что делать с кучей мусора рядом с домом? Город для людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года для рязанских инвалидов адаптируют еще 11 зданий и организаций. Безопасный город. Железнодорожные вокзалы подключили к системе комплексной защиты. Сергея Карабасова, исполняющего обязанности главы администрации города и его заместителя Сергея Савина, прямо из кабинета забрали представителей правоохранительных структур. Как сообщается в мэрии, чиновников пригласили для беседы. Первоначально в сообщениях СМИ сказано, что правоохранительные структуры заинтересовали Сергеем Карабасовым из-за затянувшегося строительства детского сада в Кольном. На него были выделены федеральные средства. Срок сдачи детского сада был указан до 20 ноября 2018 года. После подрядчик обещал возвести проект до декабря. Строительство не закончено до сих пор. По сообщениям интернет-изданий, Сергей Карабасов и Сергей Савина повезли в личное жилье каждого для проведения обысков. Пресс-служба Следственного комитета России заявила, что Сергей Карабасов и Сергей Савина допрашивают в качестве свидетелей по уголовному делу об МП детское питание. Там же добавили, что следователи совместно с ФСБ провели обыски в помещениях администрации. В настоящий момент, по сообщениям средств массовой информации, мужчины отпущены. Напомню, в 2018 году под арест отправили бывшего директора детского питания Александра Дворецкого, а также бывшего советника глава администрации Рязани Александра Зайкина. По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последними организациями. Часть взятки Дворецкий оставил себе. Остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете. По ходатайству Следственного комитета России дело передали в Басманный суд. Также по делу о коррупции в детском питании арестовали советника главы Минэкономразвития Павла Пущина и рязанского вице-мэра Сергея Пашкевича. Важно отметить, что оперативные мероприятия в администрации города никак не связаны с задержанием генерального директора фонда капитального ремонта Марины Бондаревой, которые состоялись в понедельник 11 марта. На следующий день женщина вышла на работу, в настоящий момент работает в штатном режиме. Но правоохранительные органы на этом не остановились. Интернет-портал Витсбоку сообщил, что после визита в Рязанский фонд капитального ремонта они направились с проверкой в муниципальное предприятие ремонтно-строительное управление номер один. Стоит отметить, что в 2018 году компания РСО-1 выполняла 80% работ по капитальному ремонту, на качество которого неоднократно жаловались рязанцы. По данным ОНФ, предприятие сорвало сроки по 110 видам работ. Активисты потребовали включить РСО-1 в реестр недобросовестных подрядчиков. Причиной монополизации рынка стали сроки оплаты работ фондом капитального ремонта Рязанской области, которые увеличились до 2,5 лет. Дворы распустились. В марте классическим проблемам с дорогами добавились куча мусора. Одна его часть вылезла из-под снега, другая каждый день вылетает из переполненных помоек. В одном из таких дворов убывала Галина Кудряшова. Бутылки из-под газировки, шоколадки и роллтон. Такой набор мусора можно встретить во дворе дома номер 15 на улице Новоселов. Заглядывать в мусорный бак не обязательно. Отходы заполонили проезжую часть, стоянку осели в полисадниках. Весна подошла, значит снег тает, да. И все то, что какие погрешности были зимой, они сейчас все покажутся. И, конечно, все уборка должна быть. Убирать надо все. Вот, посмотрите сами, вот мусор везде. Ну, еще жильцы, конечно, неправильно поступают. Берут и подходят к мусорному контейнеру, а бросают рядом или вообще не доносят. Местные жители рассказывают, что ситуация повторяется с завидным постоянством. С одной стороны, они отмечают, что мусор вывозят нерегулярно. С другой, помойка неправильно расположена. Между многоэтажками дует сильный ветер, и мусор излетается по всей округе. Жители обратились в ЖЭУ, в ответ услышали обещание следить за порядком. Ольга Геннадьевна ходила в нашу ЖЭУ. И, типа, там, как сказали, ну, давайте вот, то есть, ее будут убирать, все будет хорошо и замечательно. Вы вот только вот смотрите, вот, то есть, пусть она останется. Вот, сейчас мы посмотрим, ну, будет порядок. Вот, и на самом деле, по первости, может, первый месяц был порядок. Потом мы, у нас глаз замылился, потом, извините, дела наши и все прочее. В дополнение к пакетам и листовкам двор загрязняют и машины. На несколько многоэтажек здесь всего десяток парковочных мест, поэтому водители нередко заезжают на газон. Зимой он был по слоям снега, а вот с приходом оттепеля превратился в месиво. Делают не по-человечески они. Ну, на парковках не хватает. Здесь же не положено машину ставить. А, и все, все газоны, все. Вот у нас во дворе тоже все, везде машины. Вот они, все машины, везде все заставлены машинами. Пройти не подойти даже бывает, пройти нельзя. Машины едут и по тротуару везде, заезжают они газоны, везде, правильно? Они везде заезжают. Однако столько свободного места на детской площадке раньше не было. Оно появилось в прошлом году после ремонта теплотрассы. Сама детская площадка стояла все нормально. Перерыли из-за того, что меняли трубы. И после этого, получается, закопали, площадку туда убрали. Детям как бы негде играть, по сути говоря. Стояли лавочки, штуки три, горка. Все это было нормально. Перерыли, все, этого нет. Мы направили официальный запрос в РМПТС с просьбой рассказать, когда площадка вернется на свое законное место. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». До конца года подрязанских инвалидов адаптируют 11 зданий и организаций. На реализацию программы «Доступная среда» выделили более 20 миллионов рублей. Стоит отметить, что за пять лет в рамках нее переоборудовали 184 объекта. Это более 55% учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта. На одном из них побывала Галина Кудряшова. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья тренируются на стадионе ЦСКА. Для них работают две секции – это легкая атлетика и боча. Здесь все продумано, «Доступная среда» начинается прямо от подъезда собственного дома. Очень удобно, все машины отлично, с подъемником привозят, отвозят. Мы довольны. Транспорт у нас удобно. И в Олексин, когда ездим, все у нас очень удобно. Доступно, удобно. Наталья – мама Екатерины Седовой. Девушка является мастером спорта по бочи. Выезжает на международные старты. Управлять коляской может только ногами с помощью джойстика. Поэтому использует для перемещения электронную модель. Бросает мячик тоже ногами. Стоит отметить, что боча – паралимпийский вид спорта. Это смесь боулинга и керлинга. Максим Мичулин занимается им уже пять лет. Мы вообще полные надомники. То есть мы обучаемся на дому. У нас не работают руки. За счет бочи. То есть руки стали намного лучше. Лучше стала работать голова. Вход на площадку оборудован пандусом, но важно не только его наличие, но и угол наклона. Он не должен превышать 20 градусов. Туалета дышевая тоже доступные. Пороги скомпенсированы обычными дощечками. Ведь если выступ превышает 2,5 сантиметра, то забраться на него самостоятельно уже невозможно. Если с ручной коляской могут помочь люди, она весит около 10 килограммов, то электронная достигает 70. Есть в распоряжении и специализированные модели. Каждая под свою задачу. Эта коляска у нас предназначена для обмывки спортсменов в душевой. Здесь люди моются, выезжают. Ну, топчан у нас вытирается, обсыхает. Все. Это спортивная коляска. Для, значит, существуют на соревнованиях специализированные, ну, видели, боксы, да, которые 2,5 метра. И чтобы удобнее было двигаться у людей, у которых руки более-менее работают, вот эта коляска спортивная. Спортсмены отмечают, что грамотно оборудованной и доступной среды в городе немного. Даже просто выйти на улицу и погулять в парке для них становится невыполнимой задачей. Социальными объектами ситуация чуть лучше. Прекрасные примеры – это стадион ЦСКА и библиотека имени Горького. В этом году доступнее станут еще 11 зданий и организаций. На их переоборудование потратят около 20 миллионов рублей. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Железнодорожные вокзалы подключили к безопасному городу. На перронах, переходах, в залах ожидания установлены камеры, которые помогают транспортным полицейским следить за порядком. Как эта система работает, расскажет Дина Ислеева. Горьбой номер 69. Сообщение. Клининг, Москва прибывает. На вокзале «Рязань-2» в основном делают остановку поезда дальнего следования. Перед каждым прибытием сотрудники транспортной полиции отправляются на перрон. Следить за правопорядком им помогают камеры. Как только пассажир выходит из поезда, сразу попадает в зону видеонаблюдения. Под прицелом системы «Безопасный город» все объекты, начиная от переходов, заканчивая залом ожидания. Эта система довольно-таки хорошо позволяет. Если какие-то совершаются преступления, то можно отследить. Плюсом эта система является то, что все видеозаписи, они архивируются. И в любой момент можно всегда просмотреть, что происходило, в какое время. Изображения со всех камер на вокзалах «Рязани» попадают сюда, в линейный отдел полиции. Если система находится в падении, на место сразу же направляют наряд. В этот раз нарушителей обнаружено не было, но во время обхода транспортные полицейские заметили спящего пассажира. Транспортная полиция «Шигина», документы предъявите. Куда едете? На Москву, да? К таким пассажирам всегда подходят. Разбудить, чтобы не пропустил свой поезд и узнать, все ли в порядке. Система «Безопасный город» на таких пассажиров не реагирует. Она в первую очередь ищет преступников. Процент совпадения высокий. Эта система настолько тонна, что антропологические данные граждан, которые находятся в розыске, они закладываются уже в программу, в компьютер. И камеры, которые отслеживают лицо, то есть по лицу, по строению лица, это отслеживают. То есть это 99% вероятность, что это данное лицо будет выявлено. Денис Лева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Симуляторы пациента, которые до мельчайших деталей воссоздают работу человеческого организма, появились в Рязанском медуниверситете. Они показывают физиологические и патологические состояния, могут рассказать о своем состоянии и позволяют будущим врачам воссоздать любую критическую ситуацию. Мы можем поговорить с человеком, спросить. Нет, я буду слабо, если не станет выручивать. Симулятор «Боди-интеракт» показывает пациента, которому стало плохо. Ситуаций, заложенных в симулятор, несколько. Есть пострадавший в ДТП, мотоциклист с переломами, беременная женщина, пожилой человек. Задача для будущих врачей – узнать у виртуального пациента, что случилось, и назначить лечение. Чтобы оценить правильность действий, присутствие преподавателя не требуется. Система проводит дебрифинг и покажет, что сделано не так. Давайте представим, что этого ничего нет. И молодой врач, приходя в клинику, через какое-то время ассистирование, он должен выполнить на пациенте реальную, высокотехнологичную и сложную процедуру. Наверное, даже психологически будет небольшое волнение, скажем так. И вот чтобы этого волнения было меньше, а голова работала быстрее, увереннее чувствовал себя специалист и помогает симуляционная техника. В соседнем кабинете симуляционного центра РЯСГМУ учатся хирурги. Первые занятия простые, нужно сложить башню из спичек, получается не сразу. В артероскопической хирургии сейчас общая хирургия занимает достаточно большое место, поэтому это как бы даже не обходилось. Совсем другие ощущения, а потом это как руками работаешь, как своими пальцами, и все ощущается, начинается. На артероскопическом симуляторе учатся проводить операции на коленном, плечевом, тазобедренном суставах, ангиоментор для проведения рентгена эндоваскулярных диагностики и лечения. Данный модуль у нас это стеноз подвздошной артерии, то есть в данном модуле это артернаторы нашей кафедры, а здесь задача, надо сначала выполнить аортографию, определить уровень стеноза и, соответственно, исправить этот стеноз. Стеноз – это сужение артерии, которое вызвано атеросклерозом, и чтобы, соответственно, этот стеноз убрать, в данное место стеноза надо поставить стенд, либо расширить это место баллонами. На симуляторах тренируются оказывать неотложную помощь. По новым требованиям такие навыки должны быть у всех выпускников ВУЗа. Мы страхиваем его за плечи и спрашиваем, что с вами, вам нужна помощь. Ответа мы не получаем, но видим, что пациент моргает, стонет, но у него есть экскурсия в родной клетке. Кроме того, симуляторы помогают готовить УЗИ диагностов. Они получают возможность изучить самые разные болезни, при этом не посещая больницу. В базе несколько тысяч снимков реальных пациентов. Врачу нужно только научиться ставить датчики, провести осмотр и подтвердить диагноз. Будущие реаниматологи учатся делать реанимацию, новорожденным стоматологи лечить зубы. Новое оборудование – важная ступень по подготовке специалистов, считает ректор Рязгому Роман Калинин. Средства на покупку современных симуляторов более 100 миллионов рублей ВУЗ получил в конце прошлого года из Минздрава России. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Заместитель министра образования Павел Симаков в Рязанской области уходит со своей должности. Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальных сетях. Павел Симаков выразил благодарность поддерживающим его рязанцам. Цитата. «Эти шесть лет работы в молодежной политике, а последний год еще в образовании пролетели как одни бессонные сутки. Это было бесконечно счастливое время, которое началось задолго до моей государственной гражданской службы. Огромное спасибо всей большой команде молодежи и образования нашей области и страны. Перечислять всех не хватит символов. Всем, кто верил и поддерживал. Всем, кто сам того не замечая был наставником и учителем. И, конечно, спасибо руководителям, правительству и Николаю Викторовичу за оказанное доверие. Завтра новые работы. И геопозиция, где театры и аэропорты стали ближе. Новый руководитель появился у Рязанского министерства транспорта. С марта его возглавил Евгений Беленецкий. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению РНПК. Данил Рубцов, исполняющий обязанности министра, остался на должности заместителя. Напомним, предыдущий руководитель министерства Андрей Савичев покинул пост в октябре 2018 года. 11 марта состоялось заседание экспертного совета по рекламе при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы. Эксперты оценили этичность рекламы на общественном транспорте, маршрутных такси и в лифтах. Об итогах заседания и почему рязанцев возмутило рекламу с изображением Сергея Есенина в нашем следующем репортаже. На что только не готовы пойти маркетологи, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Писатель Павел Манштейн испытал настоящий шок, когда увидел на одном из троллейбусов рекламу с изображением Сергея Есенина. Всемирно известный поэт из Рязани, которого рекламщики назвали просто Сережей, теперь по креативной задумке авторов стал настоящим итальянцем Серджио. Все-таки Есенин – это поэт. Поэт хороший. Именно с Есениным ассоциируется зачастую Рязань. И превращать именно культуру в рекламу – это слишком. Однако с подобным мнением согласны не все. 11 марта в библиотеке имени Горького состояло заседание экспертного совета по рекламе при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы. Приглашенные эксперты в рекламе ничего безнравственного не увидели, посчитав его вполне приемлемой. Вот эта реклама, она действующему законодательству не противоречит. И здесь нет использования какого-то оскорбительного образа. И память Сергея Есенина тоже здесь у нас достаточно бережно к ней относится, в том числе и в этой рекламе. На заседании обсуждали не только рекламу с использованием изображения Сергея Есенина. Так, на одном из рекламных объявлений, размещенных на маршрут на такси, маркетологи решили привлечь внимание мужской аудитории с помощью привлекательной девушки и весьма двусмысленной фразы. Внизу все же уточняется, что девушка дает именно деньги под залог. Само изображение этой девушки, когда выражение лица, вот это приоткрытое рот, вот как она поправляет волосы. То есть специалисты по невербалике, наверное, сказали, что действительно все это направлено на то, чтобы вызвать определенные эмоции. И в сочетании со словом «даю». Кредитные организации, кредиты что делают людям? Дают. Эта девушка, это сотрудница этой кредитной организации, это менеджер, который дает кредиты, деньги под залог. Вот и вся реклама. В ходе дискуссии эту рекламу признали неэтичной. Также ФАЗ заинтересовалась рекламой фильма, на которой изображена обнаженная девушка. Эксперты практически единогласно сочли рекламу непристойной. Изображение не соответствует заявленному возрастному ограничению 12+. Окончательное решение будет уже принимать Федеральная антимонопольная служба, учитывая мнение экспертов. За такую оригинальность рекламщикам грозит административный штраф. Но проблемы, связанные с рекламой в нашем городе, на этом не заканчиваются. Сейчас на улицах Рязани можно увидеть наружную рекламу на любой вкус и цвет. Правда, от такого многообразия у многих рябит в глазах. По словам рязанцев, часто наружная реклама портит фасад зданий. А некоторые вывески, очевидно, не сочетаются между собой. Когда улицами города можно будет любоваться без искусственных преград, пока неизвестно. Анна Малистова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Пресекли распространение оптовых партий наркотиков и психотропных веществ. Рязанские полицейские изъяли более двух килограммов запрещенных веществ. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сбытом наркотических веществ занимались активисты нелегального интернет-магазина. Одного из них, 31-летнего мужчину, задержали в Рыбневском районе. В салоне автомобиля нашли 810 граммов гашиша, почти 400 граммов амфетамина и более 150 граммов мефедрона. Оптовую партию злоумышленник забрал из тайника и перевозил в Рязань для распространения бесконтактным способом. Полицейским также удалось установить личность межрегионального курьера, отвечавшего за поставки наркотиков в регион. В результате спецоперации в Рязани на улице Московское шоссе сыщики задержали 31-летнего жителя Коломны. При личном досмотре у мужчины обнаружили пакет с амфетамином массой 117 граммов. Закладку он должен был сделать под мостом через реку Павловка. В квартире обнаружили еще почти 700 граммов амфетамина и более 110 граммов мефедрона. Суммарно в результате оперативно-розыскных мероприятий предотвращен сбыт 2 килограммов 265 граммов наркотических средств и психотропных веществ. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков в особо крупном размере группой лиц. Согласно санкциям в статье, фигурантам дела может грозить наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Рязанская область оказалась на 44-м месте в рейтинге регионов по зарплатам педагогов. Исследования провели РИА-рейтинг. Согласно ему, доля сотрудников образовательной сферы зарплатой выше 50 тысяч рублей в месяц в Рязанской области 4,3%. Зарплата ниже 15 тысяч рублей у 35%, а выше средней у 26%. Согласно исследованию, в сфере образования работает более 5,5 миллиона человек. При составлении рейтинга учитывались зарплаты работников всех видов образования. Дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других, а также всех форм собственности образовательных учреждений. Больше всего, согласно исследованию, получают педагоги в Москве и регионах Дальнего Востока. Меньше на Северном Кавказе. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».